Кукольный театр Зрительный зал переполнен Спектакль понравился всем Он назывался в одном небольшом королевстве Каждый зритель нашел в нем что-то свое Кто смеялся до слез, а кто и плакал до смеха Мамы считали, что это спектакль про любовь Папы, что про политику Бабушки, про добро и зло И какая разница между ними Ну а для детей это было просто веселые приключения И даже строгим театральным критикам спектакль понравился Актеры усталые, счастливые Раскланивались, раскланивались Держа кукол перед собой Зрители все хлопали и хлопали А громче всех мальчик Петя В театр он пришел со своей бабушкой Просидел все представление, не шелохнувшись Глядя на сцену Как завороженный И вот спектакль уже закончился Надо уходить А до чего же не хочется Только что на сцене танцевали красивые куклы Король его величества Так смешно капризничал Совсем как маленький мальчик Принцесса распевала песни тоненьким голоском Петя Хотелось, чтобы спектакль продолжался и продолжался Ой, бабушка, кажется, ушла Попробую здесь остаться Петя Вы, конечно, уже догадались Просто спрятался Под креслом В соседнем ряду Ему показалось, что одна из кланящихся кукол Подмигнула ему и показала рукой под кресло Это была принцесса Петя тем временем сидел под креслом Зал совсем опустел Петя оказался в полной темноте Ему было уже не весело А просто очень приочень Даже страшно Ну все Так подумал Петя Ну все Я спрятался от бабушки И сейчас умру от страха Вот здесь, под креслом Петины коленки и губы Уже задрожали, как вдруг Петя увидел, как сцена осветилась тусклым светом И перед занавесом появились несколько человек Это были актеры с куклами в руках Ночь пришла усталых кукол Сон и сумрак у боюка Были куклы на тростях Оказались на гвоздях Оказались на гвоздях Оказались на гвоздях Субтитры создавал DimaTorzok И висят они, бедняжки Как пальто или фуражки В темноте, не в тишине Видят публику во сне Видят публику во сне Ах, видят публику во сне Это актеры-кукольники Развешивают своих кукол по шестам Петя потихоньку стал двигаться Вылез и сел на кресло Он увидел, что куклы висят на шестах Наклоненные вниз Кто-то свисал на бок Безжизненные, вялые Устали, наверное, подумал Петя И тут, будто луч прожектора Озарил одну из них, королевскую фрелину Та легонько толкнула и разбудила другую фрелину И так по кругу вдруг зашевелились все куклы Они стали тихонько двигаться на шестах А потом и медленно танцевать А на сцене тем временем Появился церемонемейстер В шелковом комсоли Огромной шляпе И с палочкой в руках Внимание, внимание В кукольном царстве большой праздник День рождения нашей дорогой принцессы Нашей гениальной актрисы Нашей первой красавицы Единственной дочери короля и королевы По приказу кукольного короля Сегодня в театре объявляется ночной бал Каждый дарит принцессе Представление и подарок Итак, мы начинаем О, на сцене появился король Королева и маленькая принцесса Ну, та самая, которая подмигнула Пете со сцены Они танцуют и рассаживаются на трех тронах Два больших и один маленький троник Совсем как стульчик В котором Петю возили на машине Когда он был маленький Принцесса прямо защепетала Тоненьким голосочком Ах, как это прекрасно! День рождения! Это когда дарят подарки и поздравляют Целуют и обнимают И тут мама принцессы, королева, сказала Да, дорогая наша дочь Ты родилась шесть лет назад И уже давно мы живем в этом театре И все вместе играем в спектаклях для детей Но шесть лет назад ты была совсем маленькой И мы с папой качали тебя на качели В гамаке, на лодке В колыбельке, на руках, в одеяле В кресле и качалке, на карусели, на троне В общем, по-всякому качали и пели тебе песню Может быть, может быть, морю Еще одна капля нужна Может быть, может быть, полю Нужна еще горстка зерна Может быть, может быть, солнцем Лучей твоих нежность полна Может быть, парус надежды Пришлет нам морская волна Всем чего-нибудь мало Но чего тебе мало, малыш Когда на руках у мамы Ты как лодка на озере спишь Всем чего-нибудь мало Но чего тебе мало, малыш Когда на руках у мамы Ты как лодка на озере спишь Может быть, может быть, морю Еще одна капля нужна Тут король представил следующего гостя Крошка Вилли Винки Мой старый друг Он идет сюда тебя поздравить Именно он помогает укладывать спать Непослушных принцесс И действительно На сцене появился маленький гномик Это был крошка Вилли Винки Он раскладился И тоже запел свою песню Крошка Вилли Винки 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 Ходит и глядит Кто не снял ботин Кто еще не спит Ступнет трубокошка Или дунет в щель Или в инге крошка Лечь вилит постель И ты вилит пилки Влезь, как нам в окно Кошка на пилинке Спит уже давно Спят в конюшне кони Начал пес дремать Только мальчик Джонни Не желает спать И тут крошка вилитки пошел по кругу И дотронулся до всех до всех Своей волшебной палочкой И удивительное дело Тотчас же все заснули И король, и королева, и принцесса И фрейлины И даже церемонмистер Которому было велено вести церемонию И тот заснул Только крошка вилитки продолжал тихо двигаться Между спящими фигурами Интересно Всех усыпил И что он будет делать? А меня-то он не видит Радовался Петя И вдруг раздалось Зверепое рычание И лай собак Две огромные собаки Вылетели на сцену Они, конечно же, сразу Всех разбудили Принцесса завизжала Королева Заойкала Фрейлины Заохали Только король Держался Молодцом Что случилось? Почему мне не доложили, что собаки взорвались с цепи? Они же должны спать Крошка вилевинки всех усыпил Как бы не так Нас не усыпишь Мы староживые собаки И мы должны поймать вора Он, возможно, прячется где-то тут Какого вора? Что украли? Дочь моя, ты здесь? Боже мой, боже мой Боже наш! Боже наш! Тут началась страшная суета Все забегали Проверяя Наместили их вещи И драгоценности Ночью по мраке ладят Собаки ладят Собаки ладят И шинут Но и их грабители Снова похитили Снова похитили С неба луну Снова похитили С неба луну Но похитили Злотим грабителям Мы не дадим Ни покоя, ни сна Перепугаем Перекусаем И возвратится В небо луна И возвратится В небо луна Боже мой Неужели украли луну? Я так и знала Мне снился вещий сон Мне снилось Что луна Спряталась в нашем дворце Аф! Аф! Все может быть И мы должны найти луну Иначе нам не на что Будет выть «У-у-у-у! Мы же, как волки, наши дальние родственники, любим повыть! У-у-у!» И они завыли. И тут же к ним присоединились фрейлины. «У-у-у-у! Друзья мои, не воите! У вас же не на что выйти! Луны нет! И к тому же незачем! Моё королевское величество желает, чтобы продолжался праздник! А мы пока подумаем, кто бы мог это сделать! Может, кто-нибудь из гостей?» Все стали снова пристально смотреть друг на друга. И больше всего недоверие вызвал крошка Велевинки. «Хорошо, что не видят меня!» Снова с облегчением подумал Петя. «А то я не брал луну! Ну, разве потом докажешь?» В это время снова взмахнул палочкой церемонимейстер. «Принцессу желают поздравить пряничные человечки!» На стройке появились из пряничных столов На нас рубашки сладкие, сладкие шталы Мы пробовали дороги сегодня целый день У нас в глазах изюменьки, шаги на петли Падали помыть здания! П Wake up one! Дев sponsor, bring up the planet, Чтобы начало дружить вся темля! У нас в глазах очень хорошо И в глазах сладкие, И до gibi И wake up the planet, В глазах очень хорошо В глазах т 전에 Гуджи следуют Ему не захотелось из печки вылезать Велен он вам горячий привет собередать Станем вместе танцевать, тир-ля-ля, тир-ля-ля Чтобы начала дрожать вся земля Станем вместе танцевать, тир-ля-ля, тир-ля-ля Чтобы начала дрожать вся земля Станем вместе танцевать, тир-ля-ля, тир-ля-ля Чтобы начала дрожать вся земля Станем вместе танцевать, тир-ля-ля, тир-ля-ля Чтобы начала дрожать вся земля Вся земля, вся земля Пряничные человечки танцевали очень зажигательно Так что все, кто был на сцене, к ним присоединились Потом они подбежали к принцессе и протянули ей пакет На пакете было написано «Горячий привет» Ой, горячо! Какой горячий привет! Я обожглась! Глаза принцессы и правда покраснели, и она захлыкала Не трогай, дорогая, пусть остынет Да, такие горячие приветы могут передавать только ослы Он что, не мог сделать его похолоднее? Безобразный подарок! Кто вас пек? Кто вас таких ослов пек? Я вас спрашиваю! Маленькая принцесса встала рядом с отцом и тоже приняла грозный вид Странно видеть такую только что доброжелательную принцессу в таком дурном настроении Поистине власть и дорогие подарки делают чудеса Ваше Величество, не сердитесь! Мы очень-очень вкусные! И мы уже остыли! Вкусные? Это хорошо! Ну ладно, это я погорячился! Вы же такой горячий привет притащили, что и я погорячился! И все-таки кто вас испек? А вот он, наш мельник! Тут на сцену въехали сани, да такие, каких Петя никогда не видел Огромные сани, из которых торчали два длинных уха Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик- До деревни довела. Чики-чики, чиканочки, Вышел зайчик и заночек. Головою по-крути, Где-то мельница спросил. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Головою по-крутил, Где-то мельница спросил. Чики-чики, чиканочки, Из печатом бараночки, Увы и пыльишки, Чтоб ели детишки. Чики-чики, чиканочки, Из печатом бараночки, Чики-чики, чиканочки, Из печатом бараночки, Чики-чики, чики-чик, Чики-чики, чики-чик. Чики-чики, чиканочки, Чики-чики, чиканочки, Заяц выкарабкался из своих саночек и стал вытаскивать связки с баранками, бубликами. Потом он все вытаскивал и вытаскивал, какие-то пакеты, кульки. Так что все устали ждать и у всех, и, конечно, у Пети потекли слюнки. А я знаю, кто мог украсть луну. Это волк. Он же на нее всегда воет. Вот и съел, наконец. Допрыгнул. Хорошо, что не до меня. Заяц начал дрожать, как всегда дрожат зайцы, когда вспоминают про волков. Ничего себе какой трус, подумал Петя. Он же уже взрослый заяц. Работает какой-то булочной или кондитерской, а дрожит, как маленький. Нет, это неправдоподобно. В моем сне было по-другому. А как было во сне, дорогая? Я думаю, она у наших фрейлин. Они должны были убрать дворец к дню рождения принцессы. А они и не подумали. Они где-то услышали, что в лунном свете все кажется чистым. И они решили повесить луну в зале вместо люстра. Вот. Вот они идут. Посмотрите. Действительно, на сцене снова появились фрейлины, которые уже раньше заходили. А потом тихо так подозрительно исчезли. Неизвестно куда. Очень похоже, что это вправду они, виновницы всего этого безобразия. Фрейлины были так возбуждены. И еще скандально махали руками друг на друга. Окошки не помыли. И сколько, сколько пыли. Смотрите, сколько хлама. Куда девать нам хлам? Куда девать нам хлам? Запрятать по углам. ГОЛОБИЛЬНЫЙ ЗВОНОК Скорей, 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 скорей! Игорь Негода Девать ее, куда девать ее, Разбить ее и все. Ну что вы, ну что вы, Ну как вы без толков, Зачем вы так подумали, Совсем наоборот? Ну что вы, ну что вы, Ну как вы без толков, Зачем вы так подумали, Совсем наоборот? Они захлопотали, замахали руками Так что у Пети теребило в глазах Ваше Величество, мы луну не брали Мы дворец убрали, можете проверить Не буду я проверять, вот еще Чистота великое дело Я вот чист, как дитя Чист и непорочен Ой, господи, что же я говорю? Хорошо все-таки, что вы убрали дворец Так надоело жить в хлеву Но кто же взял луну? Король начал бегать по сцене взад, вперед Смешно заложив руки за спину А может это гусь утащили луну? Закричали фрейлины Они просто помешались на своей чистоте Вот, вот они! Действительно, на сцене появились два гуся С больших красных сапогах Они запели свою песенку Люли-гули, ходят гуси Ходят гуси перед дверью Люли-гули, гули, гули Люли-гули, ходят гуси Люли-гули, ходят гуси перед дверью Люли-гули, гули, гули, гули Гуси солнышко затрюли Люли-гули, гули, гули, гули Люли-гули, гули, гули, гули Гули, 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 гули Гули, 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 ходят гуси Гуси затмили солнце и украли луну. Слыхано, ничего на небе не осталось. Я требую разобраться в этой ужасной ситуации. Принцесса, дочь моя, хоть ты утешь меня. Что нам грозит? Вечная тьма? Без луны и без солнца? Папочка, ваше величество, но у меня же праздник. Сейчас светло, горят лампочки. Давай потом будем думать о небесных светилах. Ко мне вот тут пришла подружка Пегги со своими друзьями и подарками. Ах да, доченька, прости. Я совсем забыл, что у тебя день рождения. Позвать сюда Пегги. Да я тут уже. Странного вида лохмата, раскрашенная и блестящая девица в огромных кроссовках, потертых джинсах и короткой майке уже шла к королю с довольной улыбкой. Петя видел таких девиц в соседнем дворе, и бабушка всегда спешила пройти быстрее мимо этой компании. И, конечно, вид Пегги привел бы в ужасы короля с королевой, если бы она не раскланялась, как положено, по всем правилам дворцового этикета. Следом за ней важно шествовали огромный гусь в красных сапогах, такой же белоснежный, как и все гуси, козел с лакированными копытами и длиннющей бородой, которую он гордо размахивал из стороны в сторону, а следом в прибрыжку скакал щенок, шерстью раскрашенной во все цвета радуги. В руках у них были музыкальные инструменты, козел тащил огромный чехол от гитары, гусь-барабаны, щенок держал в лапах флейту, а сама Пегги была с ног до головы обвешана маракасами, бубнами и какими-то еще странными штуками. Все они раскланились, затем расчехлили свои инструменты, засвистели и приготовились к аплодисментам фанатов. Принцесса захлопала, а следом за ней и все присутствующие. Хотя им и показалось немного странным наличие у принцессы таких авангардных друзей, но они ничего не могли поделать. А странная группа тем временем зазвучала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все пустились в пляс, невзирая на возраст и положение при дворе. Папа, я так хочу уметь петь и танцевать так же, как Пегги. У нее так здорово получается, а я не умею. И друзей у меня таких веселых нет. И слава богу, дочь моя, что таких друзей у тебя нет. Дорогая принцесса, я всегда говорю тебе, петь и танцевать можно научиться, а для этого надо трудиться. Правда, 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 друзья? Но Пегги неуверенно замялась, не говоря уже о козле, гусе и щенке. Их вид явно говорил о том, что трудиться они не любили, и музыкальные занятия считали не трудом, а удовольствием. Но король, чтобы сократить минуты неловкости, тут же добавил. Да, доченька, мне тоже очень хочется, чтобы ты научилась музыке. Давай прямо сейчас и начнем. Я тебя поучу прикатить сюда рояль! Огромный белый рояль появился в зале. Король с королевой принялись обучать принцессу музыке. Оба они, конечно же, имели превосходное королевское музыкальное образование и любили поиграть в четыре руки в свободное от царствования время. Ах, как я стараюсь, клавишей касаюсь! Раз и два и три, раз и два и три, ах, как я стараюсь! Раз и два и три, раз и два и три, клавишей касаюсь! Раз и два и три, раз и два и три, клавишей касаюсь! Ах, как я стараюсь, клавишей касаюсь! Раз и два и три, раз и два и три Кто играет долго, тадада Раз и два и три, раз и два и три Толк добьется толк Стану я постарше, вальсы только маршей Ты ходи послушай, не забудь смотри Раз и два и три, раз и два и три Раз и два и три, раз и два и три Не забудь смотри Ах, как я стараюсь, ах, как я стараюсь Ах, как я стараюсь! И не успели король с королевой опомниться, как принцесса уже стояла в обнимку с Пегги и ее друзьями. А можно я сейчас пойду с Пегги и ее друзьями в бродячие музыканты? Ну что ты, дочь моя, это совершенно невозможно. На улице теперь всегда темно, там нету небесных светил. Вы сразу же заблудитесь. Ну и потом, ты еще маленькая. Тут, наконец, заговорила Пегги. Она была очень вежлива. Уважаемый король, уважаемая королева, а также глубоко уважаемая всеми нами и моими друзьями, козлом, щенком и гусем, принцесса. Мы сейчас только что вернулись из путешествия и хотим отдохнуть тут в вашем дворце и чуть-чуть прорепетировать. А пока мы отдохнем, ты вырастешь. Ура, ура! А сколько вы будете репетитировать? Ну, недели две. А я в это время успею вырасти? Две недели? Нет, это недостаточный срок для повзросления. А сколько достаточный? Ну, недели три, дочь моя. Только за три недели человек может повзрослеть. Никак не раньше. Пегги реагировала благосклонно. Ей явно понравилась перспектива пожить три недели во дворце. Хорошо, мы можем прорепетировать и три. А пока и луна солнцем вернутся. Ура, ура! Обожаю репетиции! А вы все можете присоединяться! Тут уж в пляс спустились все. Даже Петя и тот вскочил со своего места и танцевал с гусем и щенком. И тут снова раздался голос церемонии мейстера. Паровозный машинист желает поздравить принцессу. Прошу занять места в зале. Машинист въехал на сцену прямо на паровозе. За паровозом появились четыре вагона, раскрашенных рекламами и цветами. Лев силен, и тигр силен, но тигр силен. А еще сильнее слон, но еще сильнее слон. Слон белки в тихом и брови. Но сильнее все строим. Машинист на паровозе. На паровозе машини. На паровозе машини. На проработы, на проработы волшебники! Предцем стал один герой Кубок выиграл другой Предцем стал один герой Предцем стал один герой На проработы, на проработы На проработы, на проработы Соли поют весной Галорики в лесной Галорики в лесной В лесной Цельцы пляжут на морозе Только здесь и круглый год Машинист на проработы На проработы волшебники! Чи-чи-чи! 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 Машинист издал гудок Затем вышел Раскланялся И вручил принцессе букетик Тут залаяли собаки Им пришла в голову Интересная мысль Машинист Мы ведь можем сесть на твой паровоз И отправиться туда, куда нам надо А куда вам надо Лу-ну искать А нам в другую сторону А нам за чистящим порошком А мне за луковицами пионов Я хочу высадить их у себя Во дворцовом кукольном парке То есть не я, а мой садовник Так куда же мы отправимся? Не знаем! Не знаем! Я могу все Но я не могу ехать одновременно В разные стороны А может быть поедем к морю? К морю! К морю! К морю! К морю! В бухту-барахту, а? Да! 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 Вагоны тут же заполнили все присутствующие Вы еще не забыли их? Крошка-вельвинки Гуси Пряничные человечки И их создатель Заяц-смельник Вся королевская семья Их фрейлины Пегги со своими друзьями И, конечно, более всего Заинтересованные в этом путешествии Собаки ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хотите покататься? Да-да-да-да! Веселые удалые на корабельных палубах Везут нам долгожданную весну Бумажные кораблики, как дождевые капельки Для вас ручей весенника, как и океан велик Но ваши капитаны, да-да-да-да В суровых океанах, да-да-да-да-да Статкроют непременно, да-да-да-да Борья там Голочтанле, Колумбы с Макбиланами Для них не сыщешь, нет, не сыщешь лучших корабля Бегут они по берегу, везут свой флот уверенно Туда, где начинается земля Бумажные кораблики, как дождевые капельки Для вас ручей весенний, как океан вели Но ваши капитаны, да, 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 да В суровых океанах, да, 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 да Откроют непременно, да, 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 да Далекий материк, далекий материк Далекий материк Король явно подобрел и был размягчен на солнце В прямом и переносном смысле этого слова Спасибо тебе, машинист Хорошо мы отпраздновали день рождения принцессы А она пока научилась петь и танцевать Повзрослела, и ее можно вполне отпускать с бродячими артистами А мы, пожалуй, останемся здесь Вскричала Пегги, делая сальто на песке Конечно, дети мои А мы отправимся во дворец Там нас ждут великие дела Да и спектакли детские будет некому играть Мы же еще и артисты А ты, машинист, тоже оставайся Потом привезешь их домой Дома-то все-таки лучше Вот тут, я вижу, можно нанять кареты До королевского дворца и кукольного театра И вся свита, кроме машиниста, Пегги, щенка, козла, гуся И принцессы стали рассаживаться по каретам и по воскам Карета гоня как ползет Усталый конь ее везет Усталый конь ее везет С счастливого пути Усталый человек идет Рукой с лица сирает пот Усталый человек идет С счастливого пути Пусть тот, кто едет И идет всегда свой путь Домой найдет С счастливого пути С счастливого пути А в океанах корабли От родины своей дали С счастливого, счастливого, счастливого пути Пусть тот, кто едет И идет всегда свой путь Домой найдет С счастливого пути С счастливого пути Да, да, счастливого пути С счастливого пути С счастливого пути Усталый конь ее везет С счастливого пути Усталый человек идет Рукой с лица сирает пот Усталый человек идет С счастливого пути Карета катилась по дороге И голоса удалялись все дальше Принцесса и ее друзья Пегги, гусь, козел и щенок Сидели на берегу И смотрели, как садится солнце Им не хотелось уже Ни петь, ни танцевать Петя тоже остался на берегу Но его, как в сказке, никто не замечал Он даже стал думать Нет ли у него на голове шапки-невидимки Проверил? Нет Странно, подумал он Но не стал больше размышлять на эту тему Тут мы оставим их Мы ведь уверены Что они не пропадут И вернемся в театр Там на сцене появились снова Наши знакомые актеры Кукольники Ведь уже постепенно наступило утро И они вернулись в театр После ночного отдыха И они даже не подозревали Как много интересного Произошло с нашими героями Так послушно Висящими на тростях Счастливей артистов Наверное, нет Наверное, нет Наверное, нет Мы в куклы играем До старости лет До старости лет До старости лет Мы в куклы играем До старости лет До старости лет И нету артистов Несчастнее нас Несчастнее нас Никто нас не видит Мы скрыты от глаз Мы скрыты от глаз, мы скрыты от глаз Никто нас не видит, мы скрыты от глаз Мы скрыты от глаз Петя, Петя, Господи, он здесь Это мама и бабушка вбежали в зал и нашли на стуле спящего Петю Петя открыл глаза и подумал, а все, что происходило, это был сон или нет? И тут одна из кукол со сцены подмигнула ему И он понял, что сказка не заканчивается Надо просто приходить в театр Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...